Концертный тур по оккупированным территориям планирует Кобзон. Вроде как. А вот что не вроде как с российскими кадрами военными на Донбассе, давайте узнаем у Данила Русакова. Он в Москве. Откровение пяти российских военных из луганского кафе «Плакучие» Ива перепечатала даже издание «Ведомости». Статью, написанную по впечатлениям корреспондента «Фанэншел Таймс», разместили на официальном сайте. Из текста «Следуя действующих кадровых военных, их Федерация на Донбасс забросила почти месяц назад, то есть уже после подписания перемирия. Их задача натаскивать местных боевиков на вопрос западных журналистов, как они оказались на территории другой стороны. Зеленые человечки слуха ответили добровольно. Что же это за отпуск такой больше месяца, и почему в отгулы люди поехали в форме, да еще и с табельным оружием? Не говорят. Как и то, где квартируются отчаянные борцы за свободу и добро из Воронежской области. Зато стало известно о месте проживания профессиональных наемников. Гостиница «Рмада» в самом центре Донецка. Номер сутки здесь стоит от 100 долларов и выше. В самом факте о прилюднении такой информации ничего санкционного не имеет. Також ничего санкционного не имеет и в самой информации. Российские войска, конечно, брали участь в подъехах в Украине. Скрывать присутствие своих солдат на территории другого государства Кремлю все труднее. Жертв много, объяснять как-то надо. Видимо, поэтому из властных кабинетов выплюнули новый документ. Он уже утвержден и вступит в силу в январе 2016-го. Речь идет о денежных компенсациях погибшим на учениях. Вот такая витиеватая формулировка. Хорошо хоть и не заблудившимся. Но для многих понятно, за всем этим скрываются именно украинские события. К тому же, если вспомнить последний скандал с арестованной, а затем по-быстрому отпущенной активистки с комитета солдатских матерей Людмилы Богатинковой, она одна из первых, кто объявил войну войне на Донбассе. Женщина много рассказывала о Грузе-200, адресат «Россия», а еще запросы комитета по правам человека о судьбе девяти контрактников из 18-й мотострелковой бригады. Со шкалом негодования власть справляется все хуже. По всей видимости, новый документ – это отчаянный шаг. Успокоит ли он тех, кому привезли мертвого сына, брата или мужа? А таких со временем будет еще больше. И сколько это будет стоить? Хороший вопрос. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер.